Аллилуйя! Аминь! Замечательно! Я приветствую каждого из вас и приветствую всех тех, которые смотрят нас в прямом эфире. И, пожалуйста, повернись к своему соседу, улыбнись, который стоит там, и скажи, сегодня это день твоего чуда. Замечательно, что ты здесь. Слава Богу, что ты здесь. И вы можете сесть на короткое время в прославление. Спасибо. Вы можете также сесть на некоторое время в присутствии Божьем. Аллилуйя! Слава Иисусу! Если ты в первый раз здесь, мы приветствуем тебя тоже. Есть люди, которые пришли в первый раз? Пожалуйста, поднимите ваши руки. Я вижу здесь, вижу там вас. Мы просто хотим увидеть вас. Пожалуйста, помашите. Вот, приветствуем всех, которые пришли в первый раз здесь. Пусть Господь благословит вас. Может, кто-то вас сюда привел, но вы не случайно находитесь здесь. Это Бог привел вас сюда. Это воля Божия. Он еще века назад предрасположил, чтобы ты сегодня был здесь, была здесь, потому что Бог любит вас и хочет благословить вас. И мы очень рады видеть вас здесь. Пожалуйста, после служения поднимитесь на второй этаж в фойе. Те, которые привели вас, пусть они поведут нас. Есть маленький подарок. И служители нашей церкви, региональные пастора, они будут молиться с вами, ответить на вопросы. Я знаю, что у вас много вопросов. Они помолятся с вами. И потом, когда возьмете свой подарок, свой дар, тогда вы уже вернетесь домой. Я знаю, что сегодня будет идти много чудес. Вы скажете, а почему? Знаете, причина в том, что мы не пришли сюда для человека или к человеку. Мы не пришли, чтобы видеть, кто сегодня проповедует. И не то, что это я сегодня здесь проповедую, или кто-то, какой-то другой очень известный проповедник пришел бы или проповедовал бы здесь. Нет, но причина в том, что Иисус тот же вчера, сегодня и завтра. И причина в том, что Иисус не изменился. И причина в том, что те люди, которые надеются на Него, они никогда не будут постыжены. Может, есть некоторые периоды, короткие периоды трудностей, но если вы сравнитесь с теми долгими и благословенными временами, которые у Бога есть для тебя, то вообще это... Вы не можете сравнить, когда есть вот эти большие трудности в жизни Иова были, но он жил там больше ста лет потом, он жил очень хорошей жизнью. И знаете, Слово Божие говорит, что вечером приходит плачь, а наутро приходит радость, потому что наш Господь был распят за нас. В Евреям написано, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Вот причина того, что мы можем говорить все это, потому что когда двое или трое собираются вместе для имени Божьего, а есть есть люди, которые пришли для имени Бога? Аллилуйя! Вы благословлены, если вы пришли из-за этого, то что вы пришли сюда ради имени Божьего, к Богу, ожидая от Бога, и Господь, Он не оставит тебя постыженным. Но есть кое-что, что Иисус всегда делал, когда Он встречался с людьми, мы читаем во всех четырех Евангелиях, мы видим, что исцеление имело место в Его служении. И если ты болен, ты больна, вы сегодня уйдете отсюда здоровым, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, не надо с этим жить. Просто надо провозгласить войну против этого, потому что это не воля Божья, и это не благословение для кого бы то ни было. Но Иисус, Он кое-что говорил, когда Он исцелял, больные приходили к Нему, Он исцелял, и перед тем, как исцелять, было что-то, что Он делал, Он говорил с ними. Знаете, вот эти служения, которые мы читаем в Евангелии, Луки 6 глава, мы видим в 18 стихе, я прочту с 18 стиха, и где бы Иисус ни был, люди собирались, и там, где было присутствие Божие, люди приходили. 6 с 18 стиха, 6 глава Луки, 18 стих, которые пришли послушать Его, сначала не слушали, и исцелиться от болезней своих, также и стражущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляло всех. Наш Целитель — это Иисус Христос. Наш Спаситель — это Иисус Христос. Это Он желает спасти тебя от твоих проблем, от твоей болезни, от всего, что у тебя есть плохого. 18 стих написано, пришли послушать Его. Почему сначала слушать? Очень простая причина, потому что вера приходит от слушания. Когда ты слушаешь Слово Божие, то невозможно, чтобы вера не пришла в тебя. Вера приходит. Невозможно, чтобы вера не пришла в твое сердце, потому что Слово Божие говорит, что когда идешь в Дом Божий, во-первых, открой свои уши для того, чтобы слышать. То же Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 11 и 12. Это история, это притча о Сеятеле. Иисус также, когда говорится об этом в Евангелии от Марка, конечно, и в Марке написано, что если вы не понимаете эту притчу, то вы вообще не поймете никакие секреты Царства Божьего, никакие принципы, давайте так скажем, да, важнейшие вот истины, то вы не сможете это понять. Это просто вот такая основная вещь. В Евангелии от Луки, Лука намного лучше объясняет это в 8 главе, стихи 11 и 12. Он говорит, Слово, в Семьи есть Слово Божье. Когда вы что-то хотите иметь, сначала нужно что-то посеять. Вы согласны или нет? Без сеяния нет жатвы. Наше сердце — это как почва, как земля, где Слово Божье, как семя, падает, сеется. И поэтому сегодня я призываю, просто откройте свое сердце, чтобы Слово Господа было посеяно в нашей жизни. Может, я буду читать истории, может, ты это знаешь, но я попрошу, чтобы вы подошли к ним, как будто вы в первый раз их слышите. С открытым сердцем позволяя, чтобы Господь положил свое Слово в ваши сердца. И потом говорится, что Слово — это семя. И в следующем стихе говорится, «Упавшие при пути — это слушающие, которым…» Они слушают Слово, но потом приходит Дьявол. В Марке говорится, Дьявол приходит очень быстро, скоро приходит. Потому что Он очень прекрасно знает, что если семя останется в ваших сердцах, если в наших сердцах Слово найдет место, будет посеяно, то оно принесет благословение, оно принесет плоды. И поэтому Дьявол приходит, чтобы украсть это Слово, чтобы взять это Слово. Почему? Мне нравится, как это объясняет Лука. Носит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Не уверовали и не спаслись. Не уверовали и не освободились, и не исцелились. Так что Слово Божие. Поэтому мы должны дать время Слову Божьему здесь. И потом, служители церкви, мы поможем маслом каждого больного. Мы помолимся за всех, согласно Слову Божьему, чтобы была разрушена всякая дьявольская вещь. Потому что именно поэтому явился Сын Божий. Иоанн говорит, три с половиной года Он ходил с Иисусом. После всего этого Он в одном из Своих писем обобщает это, говоря, поэтому явился Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос, чтобы разрушил дела дьявола. И поэтому я хочу поставить основу для того, что мы сейчас будем делать. Для твоего исцеления сегодня говорят тебе, что это не Слово Божие, чтобы вы были больны. Исцеление — это воля Божия, а болезнь — это не воля Божия. Это не благословение, это не дар от Бога, это не то, что Бог учит. Мы говорим, «Отче наш на небесах, пусть будет твоя воля, твое царство пусть придет на землю». На небе нет болезней. Бог не может дать тебе что-то, что у Него нет, чего у Него нет. Наш Господь, наш Бог, Он не болен. И на небе болезнь не имеет место. Поэтому, «Отче наш, на небесах да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя как на небе, так и здесь, на этой земле». И те, кто верит этим словам, пусть скажут «Аминь». Аллилуйя. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Вот что здесь написано. Он пишет об Иисусе. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов». Знаете, вот так замечательно написано. «Жили до правды, ранами Его вы исцелились, ранами Его мы исцелились». И просто знайте это, пожалуйста. Кто-то мне однажды сказал, ну как я могу понять. Но я знаю, что иногда Бог хочет, чтобы мы были больны. Я скажу, нет, Бог никогда, ни за что. Он не создал болезнь. И это не благословение для людей. Болезнь находится в списке проклятий. Из-за проклятия болезнь пришла. Болезнь не находится в списке благословений. И мы не благословляем. Пусть глаза твои не видят. Плюс твои ноги не ходят. Плюс твое сердце работает с перебоями. Пусть у тебя голова болит все время. Нет, мы говорим, будь здоров. Будь здоров. Будь здорова. И Слово Божье тоже говорит в Иоанне, больше всего я желаю, чтобы ты был здоров. Здоров. Как твоя душа преуспевает, так чтобы ты преуспевал и был здоров. И поэтому мы должны изменить свое мышление согласно Слову Божьему. Если думают, что воля Божья... Я читал с евреем 1 глава, 3 стих. Это было так сильно. Так вошло в мое сердце. Евреем 1 глава, 3 стих. Здесь об Иисусе говорится следующее. Здесь написано, что Иисус есть сияние славы и образ Божий. То есть, если ты хочешь знать, кто такой Бог, посмотри на Иисуса, что Он делал. То есть, что это делал Бог через Иисуса. Это и есть воля Божья. Об Иисусе написано, что Он образ ипостаси Его. То есть, образ Его естества. Иисус никогда не проходил рядом с больными и без того, чтобы Он ничего не делал. В Као Ценном написано, что Он является образом невидимого Бога. И в Евреем написано, что Он образ Божий. И смотря в 4 Евангелиях, мы видим Иисуса. Вы видите Его сердце, Его подход и к здоровым, и к упавшим, и к бедным, и к слепым, и к тем, кто не может ходить, и к прокаженным. Даже женщина, которую принести к Нему. И они поймали ее во время блуда, во время самого действия. Иисус не осудил, Он не взял камень, Он просто не бросил в ее голову, потому что Иисус всегда поднимает того, кто упал. Он исцеляет сломленного. И этим Он показал, кто Бог. Он есть образ естества Божьего. Он есть образ невидимого Бога. И что говорит Слово Божие об Иисусе в Евреям? Это 8 глава. Посланник Евреям, когда Иисус пришел в этот мир, Он сказал Отцу, «Иду, чтобы исполнить волю Твою по Богу». Если ты хочешь знать волю Божию, что есть воля Божия в вопросах исцеления, то посмотрите просто, как Иисус поступал с больными. Посмотрите, что Он делал, когда больные подходили к Нему. Написано, что больные приходили, они дотрагивались Его, и они слушали Его, а потом они исцелялись. Они приходили, люди, у которых были всякие болезни, и Иисус исцелял их. Аллилуйя. Знаете, есть одно место в Евангелии от Луки, 5 глава, 12 стих, прокаженный человек, он пришел к Иисусу, и Лука пишет эту историю, потому что другие евангелисты тоже пишут эту историю, но здесь Лука пишет в 5 главе, 12 стихе, что один человек, он пришел весь в проказе. Поскольку Лука, он был врач, он пишет вот так подробно, потому что остальные евангелисты пишут, ну, пришел прокаженный, да, он пишет весь в проказе, то есть все тело просто было в этой проказе. И если ты врач, то ты понимаешь, что недолго осталось вообще этому человеку, если ты врач, то ты понимаешь, что у него было просто, это была как бы последняя стадия, это были последние дни его жизни. Он приходит, знал, что Бог может. Он пришел, но он не был уверен, хочет ли Бог. Я не знаю, что он делал в прошлом, и я не знаю, может, ты обвиняешь себя из-за своих проблем, и обвиняешь самого себя, саму себя, и может, этот человек, он тоже обвинял самого себя, но Иисуса никогда не обвиняют. Иисуса никогда не смотрит на то, кто мы, какой у нас цвет кожи, что мы закончили, из какого слоя общества, вот на никаком языке ты говоришь, но Иисус смотрит на наше сердце. И Он всегда говорит, Он всегда провозглашает, только верь, только верь. Знаете, и приходит этот прокаженный и говорит, Господь, если Ты хочешь, Ты можешь меня очистить. Иисус в мясном психе простер руку, прикоснулся к Нему. Иисус прикасается к тому, к чему нельзя прикасаться. Иисус прикоснулся к тому, кто был полностью в проказе, чтобы показать свою любовь по отношению к нам, чтобы показать свою милость и свою благодать по отношению к нам, и говорит, Хочу очистить. И тотчас проказа сошла с Него. Так что, самое первое, что я сегодня хочу сказать как основу, это воля Божья. Чтобы взять Твое исцеление, вы должны быть уверены, что это воля Божья. И я заметил, что в наших церквях, в нашем движении это вообще-то не проблема. Нет людей, которые бы здесь не верят, что Бог — это не воля Божья или что Он не хочет. Здесь нет ни одного человека, который бы думал, что болезнь — это благословение. Нет, это не проблема, потому я не хочу очень долго концентрироваться на этом. Я не хочу концентрироваться именно на этом. Я просто заметил, что проблема не в том, что мы уверены, что это не воля Божья. Нет, мы уверены, но мы не знаем, как это взять. Где путь, способ того, чтобы взять из потока благости Божьей, из того, что Он сделал на кресте родинаться из Его благословений, Его благодати. Мы не жили этим путем, который называется жизнь веры. И мы поэтому не знаем. Мы готовы делать очень сложные вещи. И когда кто-то скажет, вот это тебе поможет, сделай это. И знаешь, что ты будешь здоров. Люди готовы перейти горы, перейти моря. Но Слово Божье говорит, что твое спасение, твои чудеса, твои исцеления, это не далеко от тебя, ни на этой горе, ни на той горе, а это в твоем сердце. И потом продолжение. Мы берем это в сердце и говорим, ну да, но знаете, что говорит, на твоих устах. Поэтому сердцем мы веруем, а устами мы говорим. и с помощью уст мы провозглашаем, мы говорим, мы говорим к нашей проблеме. Они говорят, люди вообще говорят о своих проблемах, но нам надо говорить не о наших проблемах. Оно пришло время, чтобы мы говорили к нашим проблемам. И чтобы мы сказали им, чтобы они ушли из нашей жизни. Диане Апостол, 3 глава, Петр, он падает в очень интересной истории, именно поэтому, если в церкви, допустим, кто-то болен, допустим, раком, или какая-то ужасная болезнь, и врачи говорят, что мы ничего не можем сделать, люди начинают смотреть на этого человека как на героя. Смотрите, это герой, он победил. Это герой, он смог пройти, он исцелился, он взял от Бога. Но нет, исцеление это для всех. И иногда вот эти служители, кого Бог использует, наверное, вы заметили, да? Бог использовал какого-то служителя, да? И уже очередь у него. Все, которые хотят молитвы, они идут к нему. Они начинают говорить не на ты, а на вы, потому что думают, что это твоя святость, надо быть вот таким, вот сяким, это твоя сила. Там мы должны быть святыми, мы должны быть сильными, но это не наша святость, не наша сила, ни то, что мы такие уникальны, это не силой, ни могуществом, но Духом Божиим. Это из-за креста Господнего. Это благодаря силы Его Святого Духа. И Петр сказал, и в Исаии, против Исаии, это тоже написано, что Он взял на Себя наши немощи и наши болезни. Он понес на Себе, и Его ранами мы исцелились. Дианя 3, 12, Петр и Иоанн, они падают в эту такую историю, они утром просто ходили молиться, и там был этот хромой человек, который просил миску, его все знали, они приходят, они взяли его за руку, они подняли, весь народ, когда они это увидели, это чудо, они так сильно удивляются, все удивляются, и знаете, что они все собираются там, где Петр, где этот хромой, и Петр замечает, что здесь изменение отношения людей к ним. Вместо того, чтобы они концентрировались на Бога, они смотрят, вот кто эти люди, какие герои, что они сделали, какое чудо, вот как им повезло, Господь коснулся, некоторые по-другому интерпретировали, смотрят на учеников, да кто же это такие, даже Павел и Сила, когда они были в Галате, и вдруг там произошло чудо, там хромой в Листре встал, они даже принесли люди, чтобы почитать их как идолов, они хотели принести им жертвы, они говорят, да ладно, послушайте, это не мы, это Бог, это Бог, который дал своего единственного сына, Он сделал, чтобы вот этот хромой встал перед вами, но Петр в 12 стихе, он вот очень интересно объясняет то, что произошло, я прочту весь 12 стих, увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что девитесь сему, то есть не удивляйтесь, или что смотрите на нас, как будто бы мы, то есть вы так на нас смотрите, да, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он хочет, 16 стих, смотрите, он объясняет это, объяснение здесь, и ради веры во имя его, имя его укрепило всего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление и сие пред всеми вами, несколько слов здесь очень интересных, во имя Иисуса, вера во имя Иисуса, и та же самая вера, которую он сделал, так, что этот человек, который был хромым, когда он стал, в имя как он родился, он никогда не бегал, никогда не ходил, никогда не прыгал, не скакал, сегодня он бегает, прыгает, скакает и славит Господа перед всеми вами, это чудо произошло, сегодня Бог хочет сделать то же самое, он тот же самый он не изменился, если ты болен, если ты больна, послушайте, первое я сказал, это воля Божия, но второе, вера дает возможность, чтобы Бог вмешался в нашу жизнь, поэтому я немного буду говорить о вере, о простой вере, которую Господь просто положил в нашей жизни, Иисус, Он хотел, чтобы мы об этом знали, поэтому во всех четырех Евангелиях очень много историй об исцелении, во всех четырех Евангелиях мы видим очень много, когда Иисус исцеляет больных и каждый раз, когда Он исцеляет больных, вы слышите следующее, Иисус говорит, почему Он это говорит, потому что Он хочет, чтобы мы знали, как это, Он хочет, чтобы мы обратили внимание на это, чтобы мы поняли, мы знаем, что это воля Божия, но чтобы мы знали, как эта воля Божия происходит в наших жизнях, как воля Божия становится реальностью в наших жизнях, знать, конечно, это хорошо, но иметь это, наслаждаться это по воле Божьей, это намного лучше, Хорошо, что знать, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, но самое лучшее — это быть здоровым. И поэтому Иисус зачастую говорит, твоя вера тебя истелила. Иисус говорит, пусть тебе будет по твоей вере. Иисус говорит, человек, который пришёл к Иисусу, и сын был болен, и бес мучил этого сына, и Иисус ему говорит, если ты сможешь хоть как-то верить, то всё возможно верующему. И Он говорит Иаиру, не бойся, только верь. Приходит и говорит, твоя дочь уже умерла. Всё. Иисус даже не может уже помочь. Иисус говорит, не бойся, только верь. Женщина из Ханана, о ней говорит, велика твоя вера, женщина, пусть будет по тому, как ты хочешь. И женщина, у которой было кровотечение, Иисус сказал, это твоя вера истелила тебя. Я просто взял вот все эти истории. Станачальник, у которого Иисус встретил, он даже удивился над его верой. И его удивление, причина, знаете, в чём было, что этот человек, у него была уверенность на слове, на силе слова. Он был уверен, что если Иисус просто скажет слово, просто скажет слово. Вот поэтому в Псалмахе написано, Господь послал Своё Слово и истелил. Вот прямо сейчас люди уже истеляются. Прямо сейчас ты сидишь. Прямо сейчас Дух Святой касается. Люди истеляются от болезней в спине. Прямо сейчас. Болезни суставов прямо сейчас уходят. Я чувствую, что Бог говорит, я касаюсь людей, у которых есть проблемы с кровеносными сосудами. Твои сосуды, они закупорены. Сейчас твои сосуды Господь открывает, чтобы кровь проходила, и чтобы твое сердце могло хорошо работать, и чтобы... И даже не будешь знать, что такое высокое кровяное давление. Я говорю это в могущественное имя Господа. Почему? Потому что Слово здесь проповедуется. Господь посылает Своё Слово и исцеляет. Истоначальник приходит и портит за своего слугу, говорит, он там страдает. Иисусу говорит, просто скажи Слово. Он говорит, велика твоя вера. И говорит, потому что ты хочешь, пусть будет. И написано, что этот слуга, в тот же час он исцелился. В тот же час слуга получил исцеление. Он был за несколько километров. И я просто хочу то же самое людям, которые смотрят нас по прямому эфиру. Будь здоровым, будь здоровой. В могущественное имя Иисуса Христа. И пусть Дух Божий прямо сейчас коснется тебя. И пусть твоя вера не убавляется, но увеличивается. И пусть Господь использует твою веру в действии, в могущественное имя Иисуса Христа. Первое. Давайте поаплодируем Господу. Я просто обобщу, потому что скоро мы будем молиться. Первое. Это воля Божия. Никогда не сомневайся в этом. Пусть не просто то, что ты понимаешь в твоей жизни. Пусть это не будет с тобой говорить. Если кто-то будет тебя... Пусть никто тебя не обманет, тот, кто считает, что правильно понимает Библию. Если ты просто будешь смотреть Слово Божие, ты увидишь, что никогда Бог не желает, чтобы ты был болен. И второе, я уже сказал, это благодаря Кресту Иисуса Христа. Веря в это. То есть вера в Крест Иисуса Христа, в жертву Иисуса Христа. Мы исцелены благодатью. И мы спасены, мы исцелены благодатью с помощью веры, через веру. Это не от нас, чтобы кто-то мог говорить об этом. Апостол Павел говорит Исаии 53, 5. Это не благодаря нам, а благодаря Кресту, Господу Иисуса Христа. Исаии 53, 5. Исаии 53, 5. Он был изъязвлен за грехи наши. Я читаю Исаии 53, 5. И мы учим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем. И ранами Его, ранами Иисуса, мы исцелились. 11 стих. На подвиг души своей Иисус будет смотреть с довольством. Вот это то, что основа того, что мы сегодня делаем. Иисус, посмотри на подвиг души твоей, на подвиг того труда, который ты совершил. Если ты первый раз пришел сюда, и ты не знаешь Иисуса, пожалуйста, в конце служения поднимись на второй этаж. Пусть Иисус войдет в твое сердце, станет твоим Господом, станет твоим Спасителем. И ты увидишь, что и оставление грехов, и исцеление Бог не отделяет друг от друга. Он взял на кресте, на древе креста, и наши грехи, и понес наказание за мир наш. И так же мы были исцелены от всех своих хранов. И мы будем молиться, Господь, пусть эти слова, которые вышли из уст пророка Исаии, твоего служителя, из-за этих слов, пожалуйста, исцели каждого больного, чтобы отсюда все ушли здоровыми. И чтобы все благословляли имя великого Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, знаете, я хочу говорить о первом. Я говорю, вот это первое. У нас нет проблем с этим. Мы все верим. Мне не нужно убеждать в этом людей. Однажды я встретил человека, который просто говорил, что это воля Божия, чтобы мы были больными. Потому что болезнь, это как бы великая школа, и ты учишься. Но Слово Божие, Дух Божий повел меня, и я сказал, ну давай я сейчас помолюсь за тебя, чтобы ты был в самой последней стадии сильной болезни рака, чтобы просто вы были мудрыми. Я человек сказал, нет. Понимаете, у нас нет проблем. Все мы хотим быть здоровыми, мы знаем, мы все слушали. И если в церкви, хотя бы если бы были в церкви несколько раз, мы говорим много о Вере. Если ты хочешь ходить в домашнюю группу, это будет замечательно. Если ты пойдешь туда, ты увидишь, что наши лидеры, они говорят очень много о Вере. Но я хочу говорить о следующем. Вера, третье, бездействие, вера мертва. Вера, бездел, бездействие, оно не принесет нам пользу, если мы не будем действовать на основании этой веры. И действие веры — это плод наших уст. Действие веры — это наше действие на основании Слова Божьего. И вот это третье, то, что мы сегодня будем делать, в том, что апостол Павел, он проповедовал в Листре, это 14 глава Деяний, 7-8 стихи. Он проповедовал, как я сейчас проповедую, и Евангелие для больного, то есть благая весть для больного — это то, что Бог не хочет, чтобы вы были больными, чтобы ты был больной. И 7 стих, 14 глава, «И там благовествовали листы, некоторый муж, не владевший ногами, сидел на служении, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил». Это 8 стих. 9 стих он слушал, говорившего Павла, который взглянув на него и увидев. Знаете, Павел не посмотрел, чтобы что-то там увидеть, что-то найти на нем. Нет. Он посмотрел, и Иисус всегда искал в сердцах людей эта вера. И Павел смотрел, и говорит, он увидел, что он имеет веру для получения исцеления. У него была вера. И он слушал с того Павла с внимательностью, но он сидел, он был больным, он не ходил, он не гулял, пока Павел сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И тогда он тотчас вскочил, и стал ходить. Так что, третье, я здесь как служитель Божий, все остальные служители нашей церкви, мы все здесь, мы все придем сюда. Мы здесь, чтобы помочь, чтобы на основании Слова Божьего мы действовали. Мы поможем всех маслом, каждого больного, который сегодня здесь. Они придут, во имя Господа, мы будем, мы поможем маслом. Знаете, это не то, что мы просто решили вот так делать, потому что у нас много масла, не знаем, что с этим маслом делать. Вы слушаете меня? Вы поняли, да? Мы не занимаемся масляным бизнесом каким-то. Мы делаем это, потому что в Слове Божьем написано. И мы это делаем. И мы должны говорить, когда мы это делаем, всем проблемам, всем болезням нашей жизни, которые связывают вас, которые мешают вам, все, что просто причиняет вам неудобства, проблему в жизни. Мы должны говорить к этому и провозглашать исцеление во имя нашего Господа Иисуса Христа, в Его могущественное имя. Давайте встанем на ноги, пусть прославление придет. Сначала мы будем молиться вместе, все вместе. Знаете, вера человека всегда видна с Его слов. Если немного времени проведешь с человеком, просто будешь говорить, тогда ты поймешь, чем исполнилось его сердце. И на его уста рано или поздно, потому что уста говорят от избытка сердца, они покажут его страхи, его неверие, страх перед с завтрашним днем, или же его веру, потому что Слово Божие говорит, что от избытка уст, от избытка сердца говорят уста, но еще вера видна из действия человека. Так что веру можно услышать, веру можно увидеть. столько людей собраны здесь, это говорит о нашей вере. Вы бы не пришли сюда, и люди, которые пришли сюда в первый раз, или те, которые придут, чтобы мы помазали маслом сегодня, вы бы не делали это, если бы вы не были убеждены, что Слово Божие говорит, что о болезни, о истине, потому что, пожалуйста, вот это слово из Иакова, Иакова 5, 14, 15, поставьте на экраны, да, говорит, если кто-то из вас болен, пусть зовет пресвитера в церковь на сегодня, это мы пришли и вас пригласили, мы сами не пришли, и здесь говорится, пусть призовет пресвитера, пусть помылился над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва вера исцелит болящего, и восставит его Господь, если он следил грехи, простятся ему, и с этой дому у тебя есть какой-то служитель, пусть поможет тебе маслом, а если нет, найди кого-то, позови, а если нет, найди верующего, пусть просто воздушит руку, а если этого нет, ты просто один смотришь здесь, мы во имя Иисуса будем молиться здесь, все вместе, и пусть Дух Святой касается тебя там, и пусть будет проклято каждая болезнь, каждая слабость, и немощь идут из твоей жизни, во имя могущественного Иисуса Христа, в его святой и могущественной и мы, и все сказали Аминь. Ты скажешь, а почему надо говорить? Потому что слова, они касаются невидимого мира, слова касаются корня истинной проблемы, и пусть всякая болезнь иссохнет из своего корня. Иисус, Он ходил со своими учениками, и я просто скажу немного о словах, и увидели дерево, и увидели, что у меня дерева нет плодов, это было фиговое дерево, и люди думали, почему Иисус проклял дерево, почему Он так поступил, я не знаю, почему Он так сделал, но я просто знаю, что в конце Иисус, Он начал учить их о вере, о том, что вера связана со словами. И служитель, у одного служителя, дочь, была больна раком, и говорит, было так много, вот эта болезнь, она так выразилась, что все тело было в этих язвах, и три месяца Он вставал, каждый день не говорил рак, я проклянаю тебя во имя Иисуса Христа, я не позволяю тебе иметь место в жизни моей дочери, иметь место в ее жизни. Он говорил это каждый день в течение трех месяцев. И однажды Он пошел на работу, Он вернулся домой, видит, что дочь стоит, прославляет Господа. Прославляет Господа. Почему? Потому что слова на основании веры, которая в сердце, они коснулись чего-то, корень чего, в невидимом, в духовном мире. И поэтому Иисус, Он проклинает дерево, фиговое дерево. В настоящий день приходят ученики, и они удивляются, потому что это дерево засохло. Они приходят, говорят, Иисус, дерево, которое ты проклял, засохло, ты проклял, ты сказал слово, и засохло. С корня, с корней. И Марка 11, 23, пожалуйста, вы просто стоите, мы скажем, не спешите, просто Дух Святой уже двигается. Лучше концентрируйтесь на Боге. есть несколько людей, у которых проблемы со слухом, воспаление в ушах. По имени Иисуса Господа, пусть все это прекратится, плюс уши раскроются. У людей проблемы со зрением. Поставьте руки на глаза и скажите, будьте здоровыми. Поставьте руки на глаза и скажите, будьте здоровыми. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, кто скажет, гореться и поднимите в огне своди и не усомнится в сердце своем, но поверь, что сбудется по словам Его, будет Ему, что они скажут. Если поверишь, а почему мы верим, на основании чего мы верим, что будет так? Основание это, потому что Иисус так сказал. Именно поэтому у нас нет сомнений. Именно поэтому мы будем вместе молиться. Мы будем молиться и после этого твоя вера, она выразится, когда ты подойдешь к служителям, которые во имя Господа поможут тебе. И в ту же секунду, когда ты сделаешь этот шаг, мы делаем наше, и Господь будет делать свою часть. Но не надо ограничивать Бога. Когда вы будете стоять, не просто смотрите, что здесь происходит, но посовление поможет нам поклоняться. Поклоняйся, концентрируйся на Боге. Благодаря Бога за Его крест, потому что именно Его ранами мы исцелены. Просто благодаря Бога за Его имя, которое выше всякого имени и на основании этого имени, и на основании нашей веры по отношению к этому имени. Именно поэтому Бог и дает свою благодать. Благодари Бога за Его Слово, потому что сегодня Он дал это Слово. И на основании этого Слова мы делаем шаг, шаг веры, действия веры с ожиданием от Него. Поэтому в твоем сердце говори. Когда эта женщина, у нее было кровотечение, она пришла, когда она сказала, если бы просто коснусь Иисуса, мы касаемся Иисуса с помощью действия своей веры. это масло, это обычное масло, руки, это обычные руки, это руки святых служителей, обычные руки, но когда они касаются тебя, это Иисус касается тебя. И чудеса происходят. Возьмите за руки. Отец, мы молимся, давайте вместе будем молиться. Отец, мы благодарим, дорогой Бог, за кровь, которую ты пролил. Мы благодарим тебя, Иисус, за все, что ты сделал на кресте. Мы благоставляем, благоставляем Твое святое имя, Господь. Это тот день, который ты решил, который ты предопределил, чтобы исполнить нас радостью. И ты сказал в Твоем слове, до этого времени ничего не просили во имя Мое. Просите во имя Мое, вы получите, и ваша радость будет совершенной. Мы просим за каждого больного, за каждого человека, который пришел сюда, у него проблемы со здоровьем. Во имя Иисуса. Вера во имя Иисуса. По отношению к Твоему Христу, по отношению к Твоему работе, которую ты сделал, по отношению к истинности Твоего слова. Мы поднимаем свою молитву, Господь сказ, не с каждого. Во имя Иисуса Христа я противостою каждой болезни, каждой немощи, каждой слабости. Я проклинаю каждой, всякие раковые болезни, всякие болезни, связанные с суставами, связанные с головной боли. Сердце начнет правильно работать. почки, любые внутренние органы, начните правильно работать. Болезнь в спине, начните правильно работать. Если у кого-то есть проблемы с тем, что они не могут иметь детей, пусть у них отеца дети. Я провозглашаю, пусть в их доме будет крудецкий голос, пусть в их домах будет много детей. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Отец, мы благословляем Тебя, мы прославляем Тебя на основании Твоего слова. На основании Твоего слова мы действуем, и мы делаем шаг, и мы говорим, пожалуйста, утверди слово, сказанное Твоим слугой, пророком Исаии, что Ты увидишь плод Твоего действия. И утверди, и прославь Своё святое и дорогое. Вы подними руки и скажи, Отец, спасибо за Твое слово. Иисус Христос, Сын Божий, благодарю за Твой крест. Твоими ранами я исцелен, я исцелена. Благодаря Твоего имени я здоров, я здорова. Утверди Своё слово своими чудесами и знамениями, и все доскажут Аминь. Давайте громко поаплодируем Господу. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...